Всем привет! Меня зовут Антон Алиханов, я губернатор Калининградской области, и мы продолжаем проект, в котором рассказываем о том, как власть должна и может менять свои административные практики для того, чтобы поступать не только по закону, но и по справедливости. Итак, история пятая. Уже мало кто помнит, но еще в 2016 году центр города Калининграда выглядел довольно пестро из-за огромного количества перетяжек на опорах электротранспорта прямо в центре города. Напомню, что купить такое рекламное место было довольно просто. Нужно было обратиться в известное всему городу рекламное агентство и в зависимости от места заплатить 20 или 30 тысяч рублей в месяц за размещение вашей рекламы вот на такой перетяжке. В период с 2011 по 2016 годы на контактных опорах городского транспорта в Калининграде размещалось до 500 таких перетяжек. Ну и, конечно, несложно посчитать, что выручка рекламного агентства с 2011 по 2016 год составила более полумиллиарда рублей. Некоторые эксперты оценивают эту выручку еще больше, более чем в миллиард рублей, но это уже их экспертные оценки. Ну а теперь, внимание, вопрос. А кому, собственно, принадлежат те самые опоры электропередач, которые сдавались в аренду для этих рекламных конструкций? Ну, ответ простой, все мы знаем. Это МУП Калининград Гор Транс. Теперь, внимание, второй вопрос. А почем же МУП Калининград Гор Транс сдавал эти опоры известному рекламному агентству в аренду? Ответ тоже простой. 900 рублей в месяц за одну такую опору. А агентство, как я уже сказал, потом продавало эту аренду за 20-30 тысяч рублей в месяц. Ну, такой хороший бизнес в 2000% рентабельности. Ну, при этом любому калининградцу известно, что Гор Транс постоянно пытается каким-то образом обосновать рост тарифов на проезд в общественном транспорте в городе Калининграде. И мы постоянно пытаемся эти аппетиты ограничить. А тут 2000% рентабельности, которые вместо того, чтобы идти, опять же, в бюджет Гор Транса, идут непонятно куда. Какой-то частный карман. И, как говорится, опять все по закону. После очередного обращения ко мне в Гор Транса, мы устроили там аудиторскую проверку и о всяких новых чудесах, и, возможно, уже и уголовных делах по этому замечательному МУПу, я расскажу вам уже в следующих видео. Ну, а теперь несколько финальных мыслей относительно того, что мы сделали для того, чтобы вот это уродство просто делало беднее наш город. Ну, просто прекратило уродовать улицы нашей замечательной столицы. Мы приняли специальное законодательство, и по нему с 5 июля 2017 года запрещено размещать рекламные конструкции вот на этой опорной сети нашего электротранспорта. И, наконец, мы избавились от огромного числа баннеров на заборах, фасадах и крышах и так далее, и так далее. То есть теперь город приобрел вот тот самый вид, к которому мы очень быстро, что, несомненно, хорошо, с вами привыкли. Если у вас есть какие-то мысли по той теме, которую мы разбирали в этом ролике, ну, или предложения, замечания по возможным дальнейшим темам, которые мы могли бы выбрать для следующих разборов полетов, то пишите здесь в комментариях под постом или мне напрямую в директ. Спасибо, до новых встреч! Продолжение следует...